Субтитры создавал DimaTorzok Мария Ласник – современный художник еще старой из школы. Она была изогнана из Академии за дегенеративное искусство. Признание пришло к ней уже в старости, а творить она продолжала до последнего дня. Мария умерла, не дожив полгода до своей выставки на «Манифесте 10» в возрасте 94 лет. Фотограф Ольган Тильманс начинал с того, что был телефонистом в Гамбурге и фотографировал Нареевых людей под кайфом. В 1997 он потерял возлюбленного, умершего от СПИДа. Сейчас он профессор и лауреат премии Тернера. Сегодня мы познакомимся с некоторыми из петербургских художников. Один из них Стас Бакс, бывший участник арт-группы «Милкен Водка». Он представил в рамках параллельной программы «Манифесты 10» свои творения «Крах и память». У меня есть естественно-научное образование. Я закончил Герсоновский университет на кафедре естественно-научного, по физиологии и анатомии человека. Здесь лежит тело, которое за счет того, что внутри находится специальный механизм, датчики определенные, нагревается до почти 60 градусов. А сверху находятся два вентилятора, которые охлаждают эту скульптуру до обычной человеческой температуры, примерно 36-37 градусов по Цельсию. Это тоже мое ощущение от того места, в котором приходится работать. Художник всегда обращается к человеческому образу. В одних случаях в центре память, в других – теневые стороны. Амбиции, желания, способность человека пойти на все ради достижения цели. Петербургский художник Иван Плющ представил на манифесте запоминающуюся инсталляцию, процесс прохождения. Образ человеческой мечты, тщеславие. Запечатлен автором в виде красной дорожки, устремленной ввысь. А вот тут мнение, что художник должен страдать, вот опять же, жить в нищете, ты считаешь, это пережиток прошлого? Ну, конечно, на самом деле это просто какой-то шаблон такой дурацкий. Потому что, опять-таки, страдания и жить в нищете, я понимаю, что ты это как бы, ну, как одно целое предположил. На самом деле, страдания, они, переживания, страдания, сомнения, они должны быть. Ну, потому что это творческий процесс. Это, то есть, для творческого процесса это необходимо, и для вот этих вот практик, они, конечно, эти чувства, их не может не быть. Потому что, если этого не будет, то художник будет все равно просто, да, он не будет как-то резонировать. Но дело в том, что голодать, ну, это как-то, как-то смешно звучит абсолютно в наше время, что художник должен быть голодный. Ну, это как бы, можно посмеяться, улыбнуться, как шутку сказать, не более того. Иван – один из основателей мастерской на Непокоренных. Ее цель – способствовать развитию таланта молодых художников. С чего начинается день современного петербуржского художника? Ну, до 12 подвиг, как говорил Барон Мюнхгаузен. А потом мысли о чизне, конечно. А ты готов к каким-то радикальным методам, ну, в искусстве, там что-то, кто-то себе отрезает там или еще что-то? Нет, ну, это разные абсолютно подходы. Я художник просто другого подхода. И поэтому для меня какие-то радикальные высказывания, они просто в другой плоскости лежат. Существуют разные подходы, существуют разные медиа, да, в которых может высказываться художник. Это все замечательно, интересно, здорово, что это все такое разное. Но просто, например, что-нибудь сделать в публичном месте со своим телом, да, то есть произвести какой-то перформанс. Мне просто это не близко, я этим не занимаюсь. У каждого художника своя судьба и свой творческий путь. Но смогут ли они стать вторыми Ван Гогами? Анастасия Ринт, Ксения Кармолина, специально для Манифеста ТВ.